друзья всем привет с вами дед маркелыч на рыбалке не был я уже больше десяти дней был мороз сильный и чувствовал я себя неважно сегодня вот вроде собрался но сильное у меня сомнение смогу ли я сегодня порыбачить потому что за это время снега навалило столько что я на своей машине вряд ли смогу подъехать до своих мест где я ловлю сейчас попробую а если нет то поеду в город и там где-нибудь машину оставлю буду ловить на оке прямо черте города за это время пока сидел дома сделал я себе пару вертолетов новые для себя снастью хочу сегодня ее попробовать разловить вот там прислал гости собачка такая да она гуляет свободно а мы сейчас попробуем порыбачить удалось мне проехать по основной дороге к реке но не до самого места где обычно ловлю не рискнул я вниз спускаться потому что здесь же совсем точно я сяду ставил машину на холме сам пошел пешком идти где-то метров пятьсот вот я уже почти дошел от пройду через лесочек и уже буду на реке еще вдобавок подул такой неприятный ветер пронизывающий снег пошел ну правда пока не сильный если пойдет сильный тогда конечно надо будет срочно эвакуироваться иначе не выйду так начну где здесь на сверлю сейчас лунок смотрю вниз эхолотом и попробую поставить вертолеты хотя бы даже посмотреть как они будут как вообще их ставить до этого я на них никогда не ловил снастика ловиста но пассивная поставил и лови если сиди смотри как жерлиц попробую у берега на шарик начнем сверлить лед сегодня такой двойной то есть идет снег под ним корка дальше вода и потом лед причем сам лед не очень толстый несмотря на морозы видно это корпус водяная прослойка не давал ему сильно замерзнуть несмотря на то что лед не толстый сверлить очень трудно потому что вот это вот вода все очень трудно идет бур но что делать буду будем сверлить какой есть сверлил лунок 10 сейчас возьмем холот проверю смотрю есть там нет глубины задом померю чем посмотрел эхолотом рыбы как таковой не нашел но нашел перепад глубин не очень большой где-то на метр слева метров 7 справа метров 6 здесь вот здесь вот на бровке мне кажется более-менее такое перспективное место сейчас я здесь попробую поставить свой первый вертолет в качестве сигнализатора буду использовать флажок от жерлицы вот такой соберу снасть и поставлю как я себе это представляю не знаю обычно первый блин кома бывает но когда-то начинать надо всегда новой снасти интересно сейчас и попробую размотал снасть свою вертолетную сначала пустил без мотыля смотреть что все нормально но вроде все нормально сейчас насажу мотыльков и она будет у меня рабочем состоянии грузик у меня грамм 18 и три крючка 2 до железки и один после железки сейчас насадим мотыльков последовательно все против рыбалки ничего замерзла мотыльница замерзла не открывается друзья вот так так такого я не ожидал вроде в кармане лежал но видно карман внешний и внутренний по или открыл таки уже подмерзать начинает во внутренний карман прятать нижний готов здесь я рядом с крючком маленькая грузильца присыпел чтобы тонула лучше можно побольше то тонет плохо я совсем маленькой подцепил все садил все крючки спускаю вниз так стопорки раздвину поклевка было видно когда клевать будет так опускаем потихоньку глубина здесь шесть с половиной метров течение приличное хорошо должен играть ну вот все зарядил вот поклевки по идее так должно дергаться на другую сторону сейчас повешу бубенчик так вот все 1 зарядил ботыльков аккуратно скорби ну клюй рыбка я щас пойду поищу второе место место для второго вертолета так ну все вертолеты я поставил стоят может попадется я пойду к берегу попробую на мормышку пока ставят мои вертолеты ловят рыбу я буду ловить у берега где моя любимая конечно же это калужский шарик сейчас попробую я в этом месте летом на летнюю мормышку ловил удачно плотва и окуни и разная рыба подалась а вот зимой что-то пока не получается в прошлом году нет позапрошлым даже по моему где-то здесь головля я хорошую поймал и все ну там у берега совсем мелкий окунь это на совсем на мели совсем мелочь но вот так чтобы нормально половить не получалось попробую может быть дошла сюда рыбка берем подсадил опаржа попробую половить на шарик лучше сейчас конечно был бы чернобыльник время такое рыбка помельче и насадку надо но у меня сейчас нет с собой поленился я вчера наковырять их точнее просто забыл не поленился забыл вот поэтому буду ловить на опарыш на опарыш конечно покрупнее рыбу берет но если ее нету крупной то вообще поклевок нет ну сейчас попробуем поклевок нет пошел дальше так спокойно так здесь помельче ближе к берегу пока вот помельче не было у меня поклевок хотя здесь должна быть принципе рыба латвичка должна ставить окунёк но пока нету хорошо что у меня стопор на катушке не стоит наверно голавль хороший дергать сильно а можете окунь что-то совсем такое конкретное пошел как а что-то вообще хорош будем выводить потихоньку вот так вот чуть поближе к берегу не было поклевок вот подальше тоже не сразу показалось мне когда вверх поднимал какой-то сбой в игре был как забирает а полметра вытаскиваю метр забирает казалось мне что был какая-то поклевка стал я ее говорится разрабатывать и схватила рыба так и что это за рыба интересно какая мощная так показалось кто-то на голавль все-таки башкой мотает как а так не хочет не хочет заходить только не сходи только не сходи кто-то голову так и думал что это голову берет вот смотрите офигеть конечно на донку по-моему такого я ловил даже поменьше не так интересно выводить вот на мормышку тонкой леской блин у нас руки трясутся давно такого у меня не было чтобы руки тряслись что-то думал я не выведу ее ну просто супер такой я он за полкило вот красавец а отличная рыба да здесь от головы попадаете крупный довольно хороший ладно продолжим вот 695 грамм потянул в общем 700 грамм отличная отличная рыба супер на вертолет поклевка дергать во все кто-то попался на вертолет посмотрим вот чем хорошая ценность она самый засекающийся то есть поставил и можно пойти половить там мормышку на что-то она в это время ловит рыбка не крупная но так чувствует что есть сейчас посмотрим на какой какой крючок клюнуло так вот на первых самый верхний ну такая не одна есть несколько лопырьки белоглазки совсем маленькая и обратно отпустим чуть-чуть покрупнее в принципе можно взять на таранку такая вот белоглазка попалась так и на третьем на третьем сидит у нас ешь все три крючка сработали вот так вот так ешь заглотил сейчас придется инструмент взять чтобы его достать так ну что же отлично снасть работает это главное все все три крючка сработали вот так вот а на донку я здесь ловил практически поклевок не было редкий редкий сейчас насажу свежих мотыльков мелкая белоглазка застрял не хочет уходить мы подтолкнем пойду второй автолёт проверю да три крючка три рыбы вертолёт все-таки очень уловистый снасть но честно говоря это есть только вот нужна рыба именно а так в спортивном плане не очень интересно ловить ну мне по крайней мере другим ладно посмотрим как дальше будет здесь не дергается суть по всему нет но надо мотыльков абсолютно обновить наверное ну блин какой-то еще зацеп был все потянуло там не шло зацепилась за что-то вот или все на месте это место какое-то не очень здесь поклевок нету надо наверное на другой переставить посверлил еще одну лунку на том же горизонте что и так же где я головля пойму может быть здесь клюнет тем более здесь по лету я помню идет карикат скоро глубина поменьше ну и течение побольше вроде на большем течении на более сильном течении рыба как правило поактивнее не знаю только шарик будет здесь стоять так сейчас до дна достанем ага достала сейчас да вот она но нет еще течение нет сильного значит перекат впереди ну ладно здесь попробую сильно не сильно но присутствует шарик подтягивать поэтому нормально чёрт блин блин вот такой удар был по губам дал но не засек блин а все-таки нюхал он я же чувствовал но он опять головой хороший был потому что прям тяжело так дал по губам и все скорее всего больше не будет потому что он испугался ушел значит а рыбы есть еще здесь все больше не хочет больше не хочет так проходящие рыбаки сказали мне что у меня тут дергалась посмотрим ну да чё-то чё-то вроде сидит мелко начать сейчас посмотрим даже толчков нет но идет так тяжелее чем с грузом значит рыба какая-то сидит на последнем крючке опять лаврушка в этой лунке белоглазка стоит так сама отцепилась и лампушка плывет мелковато будет поэтому застрял не хочет уходить а мы ей поможем иди плыви дальше может крупнее чем будет ну вот я такую отличную рыбку сегодня зацепил место какое-то головлиное я здесь недалеко несколько рыбалок назад поймал примерно такого же на донку одно дело на донку там леска толстая и глубина большая а другое дело с небольшой глубины на тонкую лесочку просто супер я когда вытащил у меня даже руки тряслись что со мной не помню когда последний раз было вот такая отличная рыба супер так головля я спущу я их всегда отпускаю головли не беру говорят что из них уха хорошая но я уху не люблю а губить рыбу зря тоже ни к чему поэтому мы ее сейчас отпустим плыви дорогой он немножко подмерз но сейчас отойдет и все будет нормально так у меня тут за что-то зацепилось что-то тащу такое в виде коряги явно не рыба потому что не сопротивляется сейчас посмотрим что там такой прицепился и хорошо хоть не мертвые зацепты сейчас посмотрим грязь какая-то так во вертолет мой поймал камешек как он за него зацепился а здесь ракушка вот поэтому он и не играл так здесь ершина сидит уже на крючке так ершина обратно отпустим так все сматываю удочки друзья эта рубавка наверное у меня получится короткая потому что только это я вроде начал ловить и посыпал такой снег сильный ветер и я боюсь что сейчас дорогу все занесет и я просто отсюда не уеду поэтому сейчас быстро-быстро сворачиваюсь и надеюсь что все-таки выйду с рыбалки домой ну а так что вертолеты новую снасть я обновил что-то на нее поймал у берега тоже на свой калужский шарик поймал рыбу так что можно считать программа минимум выполнена и рыбалка состоялась ну и все сейчас быстро-быстро и до дома всем пока и до новых встреч небольшой пост криптум если кому-то интересно все-таки выехал я атаки правда с большим трудом в двух-трех местах дорогу перемело я буквально садился уже на брюхо еле-еле выгреб до основной дороги да и основная дорога сейчас вот еле еду потому что метет и конечно здесь никто не чистит сейчас вот поэтому с трудом ну ладно сегодня-то я надеюсь доеду а вот что делать дальше сейчас вот это насыпят и все я уже на речку на свои любимые места не проеду очень жаль вот когда Нива была то проблем не было в этом плане ну конечно когда совсем там уже заметало и на Ниве не проедешь но по большому счету можно было проехать а теперь не могу что делать не знаю буду ловить наверное там где куда смогу проехать что в общем-то довольно грустно ну или может договорюсь с кем-то там может куда-то везет на Ниве ну в общем как-то так до новых встреч